Впервые имя Валерия Калинкина прозвучало на афишах Дома культуры «Буревестник», хотя «Причудами зальянса» не первая его пьеса. Да и эта постановка уже известна театралам Москвы. Валерий Михайлович рассказал о спектакле и актерах, занятых в нем. Перефразируя слова Пушкина, мои герои стремятся доказать, что любви все звания покорны. У моих родителей было так. Шла мама по улице, подскользнулась, папа увидел, подхватил. Поздно. Выбег. Пока мама охала в травмпункте, папа сгонял на такси в ближайшую ювелирку и вернулся с двумя колечками. В центре пьесы образ героя-современника, офицера, прошедшего через множество испытаний, через пекло войн, оказываясь на волосок от смерти, но при этом сумевший сохранить в себе мужское достоинство. Автор пьесы сам офицер, военный журналист, вложил все лучшие качества и в главного героя. У него не очень-то сложились отношения с той девушкой, которую он встретил еще в капитанскую пору. И вот в течение всего спектакля они оба пытаются доказать разными, естественно, способами, что не все еще потеряно. Но пересказывать спектакль, говорит Валерий Калинкин, неправильно. Лучше прийти и посмотреть на хорошую игру актеров на режиссерскую работу. Я с некоторым недоверием, с некоторым, может быть, предубеждением относился к женской режиссуре. Но вот по отношению к Татьяне Фадеевой понятие женская режиссура звучит в высшей степени комплиментарно. Замечательный режиссер, режиссер, за который школа Владимира Меньшова, школа других наших известных мастеров театра и кино. Довольны ли вы актерским составом? И кто эти актеры? Это актеры московских театров. Прежде всего, заслуженный артист России Игорь Карташов. Это актер театра и кино, театра «Румэн» Артур Руденко. Это прекрасная актриса театра искусств Елена Заложных. Это прекрасная актриса того же театра Светлана Авилова. В спектакле звучит музыка Игоря Карташова и песни на стихи Валерия Калинкина. В самом названии, мне кажется, кроется даже какая-то интрига. Потому что что за причуды? Что за мезальянс? Хотелось бы узнать. В заголовке, в общем-то, элемент интриги. Если я сейчас где-то интригу приоткрою, то я боюсь, зрителю будет просто неинтересно. Итак, 2 мая, в декабре «Вестник» в 19 часов приходите на спектакль «Причуды мезальянса». Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.